Игорь, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, известно ли руководителям клуба о том, что вы подали заявление на начальника службы безопасности? Ощущаете ли вы сейчас какое-то давление? Как вообще руководство отреагировало? Нет, давления пока нет. Я вот нахожусь сейчас, только-только вышел из отделения полиции, где написал заявление, изложил все подробнейшим образом. Пока звонков, никакой реакции со стороны руководства не было. Ну, а вот расскажите нам, пожалуйста, подробнее. Вот вы эти факты вымогательства давно заметили? Если вы с этого года, с апреля этого года работаете в клубе, правильно? Да, с апреля нынешнего года. Ну, вот по истечении примерно где-то недели-двух моего пребывания в клубе, я стал обращать внимание на то, что когда на базе, рядышком с раздевалкой основного состава появляется администратор команды Виктор Кузьмин, что футболисты и иностранцы не только франкоязычные, они почему-то пытаются скрыться быстро. Кто спрячется в раздевалке бассейна, кто в тренажерном зале. Вот, немножко присмотревшись поподробнее, я стал замечать, что администратор приносит различные документы финансовые, там, касательно штрафов за превышение скорости, документов на оплату квартир, там, кто-то просрочил на два, на три дня. И, причем, знакомит футболистов с этой информацией до тренировки, тогда как, наверное, всем известно, что этим людям нужно доказывать там свою состоятельность тренеру, и им нужно быть сконцентрированным. Поэтому, естественно, они пытались любым способом избежать вот этого контакта. Игорь, вот можно еще раз уточнить, это действительно он предъявлял им те штрафы и задолженности, которые существовали, или он помимо этих штрафов и задолженностей просил каких-то денег, то есть сверху, чтобы решить эти вопросы? И как он это объяснял, в каком-то напрямую или в какой-то завуалированной форме? Нет, вы знаете, там действительно были документы, эти документы содержали какую-то информацию, цифры. По истечении какого-то времени недавно в мои руки попали подобные документы. Но выяснить именно, какому игроку зарубежному предназначались именно вот эти документы, и о чем там, собственно, идет речь, не представилось возможным, потому что действительно там достаточно запутано было. Вот если это речь идет о коммунальных услугах, то они в документах фигурируют не за каждый месяц, а, скажем, за 10 месяцев. То есть не только мне, но и самим футболистам иногда трудно было разобраться. Но суть, игроки, они были не против вот эти все вопросы решить, но только не до тренировки. Вот, поэтому, мне кажется, с их стороны была такая реакция на его достаточно бесцеремонное поведение вот до начала занятий. Игорь, а что тогда называется вот вымогательство? То есть вы говорили о том, что руководитель службы безопасности вымогает деньги. Это вот что вы имели в виду под этим? Ну, во вторник, 22-го числа, была первая тренировка восстановительная после матча с «Зенитом». Я присутствовал в тренажерном зале по долгу службы, и подошел ко мне Павел Коновалов. Сказал, сказал, обвинил меня в том, что я недостаточно четко доношу информацию до Яна Мвилы, которому предстоит внести оплату за аренду жилья. Я, собственно, спросил, знает ли он французский, и почему он посчитал, что я не до конца доношу. На что он мне сказал, что я достаточно мягко перевожу, а нужно ему сказать, что деньги на стол, так как он сказал, бабло, либо как бы с чемоданами на выход, вплоть до депортации из страны. Хотя в курсе ситуации Яна Мвилы практически все в клубе, потому что уже достаточное время клуб не может подписать контракт с ним, хотя он тренируется тоже с апреля месяца. В курсе данной ситуации и собственник жилья, где Мвила арендует помещение. В принципе, он никогда себе не позволял такого агрессивного поведения. А Ян, собственно, не скрывался, он готов был, он подписал даже документ, потому что я присутствовал при переговорах и заключении контракта на аренду, что он внесет оплату, как только получит первую зарплату от клуба, либо он готов спокойно освободить помещение, если хозяин посчитает, что он уже не может ждать достаточно времени арендной оплаты. Игорь, а скажите, пожалуйста, вот вы, когда... Ну, то есть это был не единичный случай, да, насколько я понимаю, то есть уже не с первого раза вы все-таки обратились, может быть, к руководству клуба, была ли какая-то реакция, и что значит, что с вами не продлили контракт? Ну, да, я обратился, я вообще не делаю никакого различия между, скажем, руководством, которое было в апреле, и нынешним руководством, потому что всем было достаточно четко сказано, что от одного владельца проекта он был успешный, хорошо упакованный проект, передан в хорошие, в надежные руки. Поэтому при прежнем спортивном директоре я обращал внимание, что игроки раздражены, когда на базе появляется Виктор Кузьмин, и перед тренировкой начинает решать финансовые вопросы футболиста. Мне было сказано, что будут приняты оргмеры, на какое-то время он исчезал, потом мы все знаем, что какие перемены в клубе произошли, и все равно он через какое-то время появлялся с теми же вопросами. Игорь, вы сейчас работаете в клубе или с вами не продлили контракт? Когда это произошло? Стала ли вот эта ситуация причиной того, что с вами контракт не продлили? Ну, в среду, во вторник у меня был разговор с Коноваловым, а в среду он пришел ко мне в номер и сказал, что контракт со мной не продлили, поэтому предложил в течение пяти минут, неважно, какие у меня там вещи, с зимы или еще с какого времени года покинуть помещение. Причем я попросил, уже, наверное, известно, что попросил это услышать от главного тренера, на что он сказал, что я начальник здесь, поэтому как бы нечего никуда ходить, что успел в руки взять, через пять минут вышел и забудь дорогу на базу. Вот такие слова. Скажите, пожалуйста, а вот сами французские... Ну, это я так еще в мягкой форме. А французские футболисты, они пытались за вас как-то заступиться, может быть? Все-таки вы их ограждали от этого человека, пытались их спасти. Они как-то пытались поспособствовать ситуации, может быть, того, чтобы с вами все-таки продлили этот контракт, если другой причины для непродления не было? Каким образом, если все очень четко было рассчитано, поэтому у нас в этот день была открытая тренировка, и после того, как я от главного тренера услышал, что пока контракт не продлен, потому что он передал пожелание работать вместе со мной руководству, но руководство пока не приняло решение, и мне нужно работать с ними только за пределами базы. А в данный момент мне нужно было согласовать свой уход с Коноваловым. Вот что мы и пошли делать мой номер на базе. А после тренировки, конечно, по долгу службы я, конечно, их ожидал за пределами базы. И в первую очередь, ну, они были шокированы тем, что произошло у меня в номере. Во-вторых, мы поехали забирать вещи Мвилы из этого дома, потому что неизвестно, если ему СМС-сообщение пришло о том, что он должен был принести 10 тысяч долларов наличными в этот же вечер, то кто там должен был приехать их забирать и каким образом, было неизвестно. Поэтому мы вместе с другими иностранцами поехали забирать его вещи из дома. Там недалеко поселок. Игорь, ну что ж, спасибо вам большое. Будем надеяться, что справедливость восторжествует. Кстати, вот на какой результат вы надеетесь? Вы сегодня подали заявление в полицию. Какой итог бы вас удовлетворил? Ну, какой итог? Вот не хотелось бы, чтобы вот этот произвол дальше продолжался, чтобы эти люди не остались безнаказанными. Вот. Собственно, все. Ну, и хотелось бы, чтобы не только я об этом услышал. Видимо, я не знаю, если это длилось уже и до меня, и с моим приходом, наверное, кому-то выгодно было, чтобы об этом не знали. Спасибо.